Воздушная тревога На этом видео, в силу своих убогих способностей, я покажу только малую часть того, что может сделать один-единственный танк, прорвавшийся по центру этой карты. Во-первых, он выйдет в задницу арте, естественно, потому что она всегда стоит где-то в том районе. Во-вторых, он выйдет в задницу вообще всем остальным. Как вы видите, первым делом, убедившись в том, что меня никто не светит, я преодолеваю взлетную полосу и прижимаюсь к этим зданиям. Таким образом, по мне, никто не может стрелять. На меня никто сюда в нагляк, скорее всего, не вылезет, ибо тогда мы его с поддержкой команды тут же скинем ваут. В-третьих, отсюда уже можно давать подсвет. Естественно, танк для того, чтобы сюда по-быстренькому влететь, должен быть быстрым. На каком-нибудь там челленджере один сюда лучше не ехать. Ну вот, я натыкаюсь на одного-единственного защитника центра. Как видите, это бронемашинка с автопушкой. Важно убедиться, что она здесь одна, поэтому сразу на нее дерзко лезть не стоит. Но я вижу, что поддерживать ее никто не спешит, значит, надо ее быстро и дерзко разбирать. Да, конечно, это будет размен, но у Майка Тейсона тоже как бы был размен всегда. Помните, чем большинство его боев закончилось? Отправляем этого героя обороны на Брэдли в ангар. Теперь открыта дорога либо ехать дальше, в тыл вот этим чувачкам слева, либо развернуться и объехать совсем уже по центру и попытаться забрать арту. Но поскольку у меня легкий танк, все-таки они боевая разведывательная машина, которая очень быстро с пулеметом могла бы ее распилить, я выбираю, что надо бы выйти в тыл. Но тут я натыкаюсь на еще одного защитника центра. Этот Леопард приехал слева, он бросил первую линию, и теперь наши ОБТшники могут там давить, тем более 72-ку они уже слили. Но пока они туда доедут, естественно, ОБТ разберет мой легкий танчик, поэтому мне нужно отсюда сваливать по возможности резко как диарея. Я пытаюсь отбиваться от него дымовыми зарядами, заезжаю по бырику за угол здания, все, я в безопасности, тут уже команда поможет. Тут мы сейчас его разберем просто как стая гиен, которая напала на одинокого льва у водопоя. Я, кстати, не знаю, такая херня вообще случается. Вот, несмотря на то, что я практически шотный, это не повод для того, чтобы ссать. Видим, что Леопарда затянули в бой, он уже с кем-то перестреливается, а значит, можно заехать ему в тыл, скажем так, чтобы звучало как-то поблагороднее, да, и, собственно, расстрелять его в затылок. Ну или в ягодицу, какая разница? Фигня война, главное маневры. Легкая техника, не только для того, чтобы в кустах стоять и урон настреливать. Хотя на некоторых картах только это делать и остается, но вот на этой карте, в принципе, маневры осуществлять вполне возможно, потому что карта, ну, прям годнота. Особенно если не делить команду на две неравные части, половина из которых едет вверх, вторая половина едет только вниз. Ну вот, смотрите, занимаем центр картой, отсюда открывается живописный вид на фланг наших противников, которые стоят к нам кормой и нас не видят. И если бы только мой танк был хоть чуть-чуть поточнее, делов бы я наделал. Но мой танк, к сожалению, косое корыто в этом плане, дальняя стрельба не его стихия, поэтому каждый... Даже, я бы сказал, два выстрела из трех мне так показалось, что летели мимо. В этом бою им, конечно, повезло, что моему наводчику Мухи в прицел насрали, да вообще его фамилия Киржаков. Вы попутно представляете себе, что было бы, если бы на моем месте оказался истребитель танков? Ну я надеюсь, что общую мораль видоса все уловили. Не бросайте на этой карте центр, а лучше даже пытайтесь его давить, особенно если вы играете взводом, то есть втроем сразу по центру пройти, там разобрать защитников каких-то одиноких, да, сомневаюсь, что их там много будет. Все, занимаете центр, из центра начинаете выходить во фланги, расстреливать в корму. Просто простор, невиданный простор действия. Кто владеет центром этой карты, тот практически, можно сказать, на 50% владеет победой. Не надо ехать стадом вверх, не надо ехать толпой вниз в ожидании, что кто-то вам там будет светить. Таких героев, как правило, очень мало, а большинство предпочитает стоять все-таки за камнями, за кустами и ждать того, кто же им приедет и посветит. Не надо быть частью ни того, ни другого стада. Пытайтесь давить, экспериментируйте, пытайтесь тащить. Без вас есть кому стоять в кустах и прикрывать. Кто играть не пытается, тот никогда и не научится. Ваш скилл всегда будет на уровне стояния в кустах, где-нибудь у базы и оправданий, типа я машина третьей линии, у меня мало здоровья и нету брони. Тем более, любители нагибать птурами на хай-левелах ждет небольшой такой сюрприз в виде комплексов активной защиты, которые эти сами птуры от танка отводят. Так что надо что-то думать, пацаны, надо что-то делать. На этом, собственно, все. Че-нибудь там жмите, че-нибудь там пишите. Адье. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»